Здравствуйте, меня зовут Андрей, это Сява. Мы вот решили сегодня покататься, ну, придумали как-то вид спорта. Такой фристайл на инвалидных колясках. Причем для этого фристайла, в принципе, не надо ничего. Нужны наши чудесные дороги, по которым можно заниматься этим как спортом. Причем спор достаточно развивающий, как и человека, который на коляске, потому что он рулит. И меня, который как толкает, потому что приходится напрягать действительно физическую массу. При этом он достаточно удобный, потому что я иду и опираюсь на эту коляску. Итак, два инвалида, Андрей и Сява, фристайл, город Одесса. Андрей Лавриков, простонародье, именуемый Борманом, вместе со своим другом Вячеславом Шелухой по кличке Сява, придумали такой вид спорта – фристайл на инвалидной коляске. Дело в том, что в жизни каждого человека есть место подвигу. Но многие героические поступки остаются незаметными для большинства обывателей, в то время как некоторым удается их совершать изо дня в день. Первые метры пропетляли. Идем дальше. Для того, чтобы привлечь внимание к проблемам малочисленной группы людей, инвалидов-колясочников, Андрей и Сява и придумали этот проект, который можно было бы назвать экстремальным. Ведь для того, чтобы инвалиду выехать в город и хотя бы проехаться по тротуару, придется испытать широкий спектр острых ощущений и проявить недюжинную физическую выносливость и смекалку. Множество опасных моментов предстоит встретиться на пути нашим героям. На данный момент наш маршрут Новосельского, Конная, Новый рынок. Ну что, посмотрим, будет ли там чем нам заняться. Дороги наши, конечно же, оставляют желать лучшего. Особенно тротуары, причем даже в центре города. Потому что, если для автомобилей проезжая часть хоть как-то сделана и обновляется, пешеходная зона в некоторых местах не ремонтировалась десятилетиями. На многих опасных перекрестках нет ни одного пандуса. По дороге в такое движение ехать опасно. Маленькие при***ли есть. Приходится ехать по тротуару. Ну, посмотрим, насколько это будет. Спортивненько. Эх, дороги, пыль до дома. Холода, тревоги, до степной бурья. Знать не можешь доли своей. Может, крылья сложишь посреди степей. Пьется пыль под сапогами, степями, полями. А кругом буршует пламя, до поли свистя. Дороги, пыль до туман. Холода, холода, тревоги, до степной бурья. Ну что, первую часть прошли. Сейчас выходим на торговую. Двигаемся в сторону странного бульвара. Посмотрим, есть ли там, где позаниматься спортом. Выстрел грянет, ворох крожит. Мой дружок в бурьяне неживой лежит. А дорога дальше мчится, пыльится, губится. А кругом земля дымится, чужая земля. Вот и кончилось путешествие. Как спуститься? Никак. Подъехав к лестнице, Андрей и Сява оказались в трудном положении, так как ширина пандуса в этом месте немного не совпадает с шириной инвалидной коляски. И нужен был этот пандус. Лучше бы сказали мне, я сказал бы вам место, вы бы сдали его на металл. По нему невозможно ни проехать, ни заехать. Мы только что с нашим оператором Сяву снесли. То есть мы не съехали. Мы его донесли до половины. И стоим здесь, отдыхаем, потому что он все-таки 90 килограмм. Да и мамочки на колясках, я постоянно вижу, они не завозят ребенка, они его заносят, а потом заносят колясочку. Что, в стране некуда давать, надевать металла? И действительно, для того, чтобы пересечь это препятствие, понадобилась помощь и автора этого сюжета. И уже вдвоем только удалось спуститься по лестнице с бульвара Жванецкого в сторону Тещиного моста. А одному инвалиду съехать по такому пандусу практически невозможно. Вот и прошли на Тещин мост со Странного бульвара. Почему Странный? Он делится на две части. Доторговый – это бульвар Жванецкого, а торговый – это бульвар искусств. То есть, в принципе, два равноцельных квартала и два названия. Поэтому я называю его Странный. Эй, япщик, поворачивай к черту, новой дорогой поедем домой. Эй, япщик, поворачивай к черту, это не наш лес, а чей-то чужой. Камни напали на, ох, не пробери. Ёла, попали на, только держись, поворачивай к черту. Проходя по улицам города, Андрей и Сяба проявляли недюжинные способности, преодолевая все возможные препятствия наших дорог. Это разбитые тротуары, ямы и отсутствие пандусов. Передвигаясь уже по проезжей части, друзья направились в обратную сторону, к самому началу путешествия, совершить которое одному инвалиду-колясочнику без чьей-либо помощи, конечно, было бы не под силу. Ну вот, кто сказал, что это не спорт? Мне жарко, я снял курточку. Хотя дороги в основном нам попадались хорошие, но мы и ходили по престижным, так сказать, районам центра. А если куда-то заглубиться, представьте, что там будет. Так что, занимаемся спортом вместе. Оборачиваем к черту! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Непреодолимое препятствие. Мало того, что на пешеходном переходе, еще на пандусе. Надо было остановиться всталом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, мы прошли по Новосельскому до Конной, по Конной обошли Новый рынок, пошли на бульвар, прошлись по бульвару, через Тещин мост, через Воронцовский переулок и вернулись, собственно говоря, обратно. Сделали небольшой круг и вернулись обратно. Ну что, как видите, дороги у нас чудо есть, где позаниматься спортом. Я подспотел, подустал. Ну и в основном сделаны для колясок любых видов. Не тротуары, где они должны ходить, а проезжая часть. И то не везде. Далеко не везде. Вот как мы видим здесь, здесь не проедешь по проезжей части на инвалидной коляске. Много где нету пандусов, где-то они есть, но лучше бы их не было. Так бы не было бы провокаций спускаться по этому всему. Ну, в общем, подустал. Уставшие и довольные. Возвращаемся обратно. Если бы я ехал один, я бы не доехал. Таким образом и закончился фристайл по одесским дорогам на инвалидной коляске. А в будущем, надеются наши герои, этот вид экстремального спорта мог бы войти в программу параолимпийских игр. Ведь для того, чтобы таким образом перемещаться по нашему городу, необходимо иметь достаточно хорошую физическую подготовку, выдержку и вносковость. Редактор субтитров А.Семкин